Всем привет! С вами вновь я, Евгений Сулейманов, и мы продолжаем изучение шаблонов проектирования на языке Java. Сегодня мы с вами рассмотрим первый из поведенческих шаблонов под названием цепочка ответственности или Chain of Responsibility. Цель данного шаблона это связывание объектов-получателей в цепочку и передача запроса по этой цепочке. Мы используем цепочку ответственности для того, чтобы избежать привязки отправителя запроса к его получателю. И это дает нам возможность обработать этот запрос несколькими объектами. Пример использования. Мы можем использовать данный шаблон для ослабления привязанности. То есть наш объект не должен знать, кто именно обработает его запрос. И также, когда нам необходима дополнительная гибкость при распределении обязанностей между другими объектами. Давайте рассмотрим с вами такой пример. Предположим, что у нас стоит задача уведомлять менеджера проекта о различных процессах во время разработки какого-то продукта. У нас есть три уровня приоритета. Первый это все нормально. Второй, что есть какие-то проблемы. И третий уровень это все пропало, нужно что-то срочно делать. И будут три приоритета для этого. Это, допустим, рутина, импотент и асап. То есть as soon as possible. И у нас будет какой-то базовый объект, notifier, уведомитель. Давайте создадим этот уведомитель. Мы создаем с вами абстрактный класс, notifier. Данный класс будет содержать у нас приоритет. Он будет у нас содержать уведомитель, следующий уведомитель. То есть мы сможем передавать данный запрос куда-то дальше. Как мы будем это использовать, вы поймете чуть дальше. У нас будет конструктор, который будет принимать только приоритет. У нас будет сеттер для следующего уведомителя. И у нас будет такой метод с вами. Public void, notify manager, который будет принимать в качестве аргументов строку. То есть сообщение, что мы хотим передать нашему менеджеру. И приоритет. Назовем здесь его level. Далее мы делаем с вами следующее. То есть если наш уровень больше либо равен приоритету, тогда мы будем отправлять сообщение. То есть будем делать write message. И если у нас есть следующий уведомитель по цепочке. То есть у нас есть какая-то цепочка. И если в цепочке есть следующее звено. Тогда мы просим нашего следующего уведомителя вызвать свой метод notify manager. И принять в качестве аргументов это же сообщение и этот же уровень приоритета. И реализуем метод public abstract void write, который будет писать нам сообщение. То есть для уменьшения количества кода мы здесь пишем write, вызывая метод. А здесь реализуем абстрактный метод. То есть вот эти все элементы у нас будут одинаковы для всех наших уведомителей. А вот этот метод будет отличаться. И далее мы посмотрим как. Теперь нам нужно указать приоритеты. Мы создадим с вами класс priority. В котором будут такие константы. Это public static final int routine 1, public static final int important, это будет 2, и public static final int asap, то есть as soon as possible. Хорошо, это у нас есть. Теперь давайте с вами создадим такие уведомители. У нас будет на первый случай это report, то есть какой-то простой report. То есть мы отсылаем простой отчет нашему менеджеру. Назовем данный класс simple report notifier. Наш класс будет наследовать наш абстрактный класс notifier. У него будет конструктор, который будет вызывать супер приоритет нашего родительского класса. А его метод write будет вводить следующее. See out. И здесь мы допустим напишем notifying using simple report. И отправляем само сообщение. Это у нас есть. Далее в случае если у нас что-то более серьезное, тогда мы уведомляем нашего менеджера с помощью имейла. То есть у нас email notifier. Данный класс также у нас наследует notifier. Такой же конструктор. А его метод write выводит нам в консоль строку допустим sending email. А в email уже он пишет сообщение. И на случай если у нас все очень грустно, мы отправляем нашему менеджеру смс. Назовем данный класс sms notifier. Который также будет extendить у нас notifier. Стандартный конструктор родительского класса. А вот метод write будет вводить нам в консоль. Сending sms to manager. И в смс мы пишем какое-то сообщение. Хорошо, теперь нам с вами необходимо создать какой-то клиентский класс для того, чтобы показать как это все работает. Назовем его допустим багтрекер. То есть наш разработчик в багтрекере что-то отправляет, какую-то делает пометочку. И дальше у нас происходит какая-то работа. У нас будет notifier report. Notifier simple report. А здесь мы пишем priority routine. У нас будет notifier email. Notifier new email notifier. А приоритет у нас здесь будет уже что-то важное. И notifier sms равно new simple, нет не simple report, а new sms notifier. И здесь мы пишем priority asap. То есть что-то важное. Теперь мы делаем вот что. Мы устанавливаем для нашего report notifier следующего уведомителя. И для него это будет email. Для email мы устанавливаем следующий уведомитель. Это sms notifier. То есть понятно. По умолчанию мы отправляем простой отчет. Если что-то более важное, мы отправляем и отчет, и сообщение. И если что-то просто критическое, тогда мы отправляем и отчет, и email, и сообщение. Теперь давайте добавим с вами вот что. Мы уведомляем менеджера с помощью report notifier. И здесь пишем, допустим, everything is ok. И здесь вызываем priority. Priority будет routine. Далее мы делаем вот что report notifier. Notifier manager. И пишем, что что-то пошло не так. Something went wrong. А приоритет мы здесь ставим важно. И крайнее уведомление. У нас будет, допустим, хьюстон. У нас проблемы. И приоритет будет для данного сообщения ASAP. Теперь попробуем с вами запустить наш клиентский класс. И мы видим, что у нас происходит. То есть у нас изначально посылается отчет, все хорошо. После этого мы переходим ко второй строке. Мы посылаем отчет, что что-то пошло не так. И отправляем одновременно сообщение. И в третьем случае мы отправляем отчет. Отправляем email. И отправляем SMS сообщение нашему менеджеру. Что что-то у нас не так. Давайте еще взглянем на наш шаблон в виде диаграммы. Мы с вами видим, что у нас есть некий уведомитель. Абстрактный класс. Есть три наследника данного класса. Есть некие приоритеты. Простое перечисление. Это routine, important и ASAP. И есть клиентский класс багтрекер, который создает внутри себя email notifier, SMS notifier и simple report notifier. То есть у нас есть некая цепочка, по которой передается отчет. И в зависимости от определенных условий отчет, сообщение передается либо дальше, либо перестает обрабатываться следующими звеньями нашей цепи. Итак, на этом мы заканчиваем изучение шаблона цепочка ответственности. Я прощаюсь с вами. Удачи вам.